Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гуманитарная ситуация в секторе газа стала неприемлемой, поэтому необходимо применить меры по разрешению кризиса. Позиция Белого дома далее в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совет Европейского Союза предоставит вооруженным силам Молдовы 41 миллион евро сроком на 40 месяцев. В рамках этой меры помощи будет финансироваться поставка нелетательного оснащения в таких областях, как мобильность, воздушное наблюдение, радиоэлектронная борьба и оборудование для логистики. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Европы. ЕС стремится предоставить всю необходимую поддержку Республики Молдова в решении проблем, с которыми она сталкивается в результате агрессивной войны России против Украины, а также в укреплении устойчивости, безопасности и стабильности страны перед лицом дестабилизирующей деятельности России. По данным сайта Kaleeuropeany.ru, эта мера помощи позволит вооруженным силам Молдовы повысить свою оперативную эффективность, ускорить соответствие стандартам ЕС и оперативную совместимость, и таким образом лучше защитить гражданское население в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Мера была запрошена нашей страной 5 февраля 2023 года и дополнит другие меры помощи, принятые в мае 2023, июне 2022 и декабре 2021 года, указывается в источнике. В четверг, 4 апреля, президент Майя Санду совершила рабочий визит в Чемишлийский район. На юге страны глава государства встретилась с жителями села Чукур-Менжир, а после сообщила, что это доброжелательные люди, желающие жить в мире, в Молдове без коррупции, где люди работают честно и их труд достойно оплачивается. В рамках визита в Чемишлийский район Майя Санду также приняла участие в уроке гражданского воспитания в теоретическом лицее Гиперион села Гура-Галбиней. «Я встретила некоторых выдающихся молодых людей, с которыми говорила о мире, о демократии, о свободном обществе, об участии молодых людей в посадке лесов в рамках национальной программы облесения. И меня очень воодушевили дискуссии, которые я провела с этими прекрасными молодыми людьми, умными и заинтересованными». В ходе рабочего визита на юг страны глава государства также провела встречу с мэрами населенных пунктов Чемишлийского и Бессарабского районов. Президент Майя Санду отметила, что в этих районах, благодаря программе «Европейское село», удалось реализовать проекты на сумму около 50 миллионов леев. Новые объекты появились в 20 населенных пунктах. Президент заявила, что спустя 30 лет после остановки работ правительство инвестировало 51 миллион леев в ремонт дорожной развязки на Сагайда-Кулноу. «Наш план ясен – развивать экономику и повышать качество жизни в каждом населенном пункте Республики Молдова», отметила глава государства. В правящей партии настаивают на профессионализме и неподкупности членов комиссии «Приветинг», в частности, ее главы Германа фон Хебеля. Так, в интервью на частном телеканале депутат ПДС Дарьян Истрати обвинила позицию и организованные преступные группировки в давлении на членов комиссии после того, как в прессе появилась информация о предполагаемых проблемах с неподкупностью подданного королевства Нидерландов Германа фон Хебеля. После того, как в конце марта журналисты обнародовали информацию, бросающую тень на репутацию главы комиссии «Приветинг» Германа фон Хебеля, некоторые местные эксперты говорили, что в данной ситуации отставка иностранца будет лучшим решением. В интервью на частном телеканале бывший глава Конституционного суда Александр Танаси сказал, что еще на старте реформы юстиции считал плохой идеей обязательное включение в состав новых комиссий иностранцев. Если мы в стране, в которой живут 3 миллиона граждан, не можем найти 10 честных человек для этого «Ветинга», эту страну надо закрывать. Вынужден сказать, что любая прагматичная политическая сила первое, что должна была сделать, это избавиться от проблемы комиссии «Ветинга», выгнать, привести другого и закрыть вопрос. То есть таким образом показать, что ты, власть, реагируешь на критику, понял, что да, это была ошибка, заменили и пошли дальше. Здесь же нет, настаиваешь и далее. В чем логика защищать человека, который пришел к тебе домой и издевательски смеется прямо тебе в лицо? Его журналист спрашивает, вы подадите в отставку? Вопрос очень простой. Да или нет? Нет, потому что… Или же да, потому что… А не ржешь издевательски над людьми, мол, кто вы такие, чтобы меня увольнять? Кроме того, эксперт говорит, что у Молдовы был пример буквально рядом. Но никто не сказал открыто, что реформа, предложенная для страны, по примеру, Албании, нам просто не подходит. Я помню, как заявляли о периодах в 3-5 месяцев, необходимых для ветинга. Было понятно, что те, кто говорили о таких проектах, никогда не были хотя бы на одном судейском заседании и не понимают ничего в этом. Мой большой вопрос состоит вот в чем. Кто все же идеолог этой идеи, реформы? Как так вышло? Кто настоял на идее албанского проекта, который сегодня нам не подходит? К тому же в Украине уже провалился этот проект. То есть, когда в Молдове запустили проект ветинга, в Украине стало понятно, что он не прошел. А вот в правящей ПДС настаивают на том, что члены комиссии при ветинга и ветинга – профессионалы своего дела. Мы в юридической комиссии и я, будучи следующим по списку, изучили все кандидатуры в комиссиях при ветинга и ветинга. У нас есть полная уверенность в том, что там честные люди и что они будут полностью отдаваться работе. Понимаю, что оппозиции и даже больше некоторые ОПГ пытаются как-то помешать процессу очистки юстиции, который происходит не так быстро, как нам бы хотелось. Мы идем дальше, полностью доверяем членам этих комиссий в том, что они честно делают свою работу, что они неподкупные. Дориан Истрати уверен, что реформа юстиции будет доведена до конца. Дело продвигается. У нас уже завершен процесс при ветинга в Высшем совете магистратуры и Высшем совете прокуроров. На завершающем этапе Высшая судебная палата. И процессы продолжатся. Напомним, 25 марта портал антикоррупции.мд привел данные нидерландской прессы, которая в 2018 году писала о том, что в административной работе Германа фон Хебеля якобы были допущены незаконные действия, для которой нанесли ущерб международному уголовному суду на сумму не менее 760 тысяч евро. В рамках заседания парламента 27 марта спикер Игорь Гроссу, отвечая оппозиции, сказал оставить в покое фон Хебеля и дать ему работать дальше. В агентстве государственной собственности отказались комментировать требования партии развития и объединения Молдовы об аннулировании процедуры концессии активов в международном аэропорту Кишинева. Лидер политформирования УНКИКУ заявил нашей редакции, что юристы партии готовят обращение в Генеральную прокуратуру по предполагаемым нарушениям процедуры тендера. По словам бывшего премьер-министра Иона КИКУ, партия развития и объединения Молдовы выявила ряд недочетов в том, как проводился процесс тендера в международном аэропорту Кишинева, включая отсутствие необходимых документов и несоблюдение установленных законом процедур. Это говорит о том, что готовится схема, опять же, как в прошлом, по передаче аэропорта в частные руки какому-то так называемому инвестору, а государство просто проиграет. Исходя из этого, мы требуем, во-первых, остановить незаконную процедуру, потому что это процедура незаконная, и, соответственно, мы обратимся и в прокуратуру. А сейчас появилась информация, что этот аэропорт, вот эти активы были обещаны французским так называемым инвестором и госпожой Санду, и господином Спыну, и директором агентства публичной собственности. Историю вокруг в концессии коммерческих площадей в Кишиневском аэропорту продолжают комментировать и в молдавском экспертном сообществе. В других странах бизнес считается источником сборов налогов. К нему относятся очень бережно. Здесь же другое дело. Это больше похоже на провинциализм, который идет от бедности и отсутствия экономики. Полгода уже все говорим об этом аэропорте. Но если вы забрали его у Шора и приняли решение, что государство плохой администратор, надо было уже полностью его отдать под концессию в тот же день другим компаниям. Далее собирать налоги и направлять их в бюджет. Молдаване не живут бедно из-за аэропортового сбора в 9 евро. Сегодня билет в среднем стоит 300-400 евро. 9 евро ничего не решают. Не оттуда исходят проблемы. Взамен это очень ярко звучит для общественного мнения. Ты сможешь все это делать для общественного мнения. За реакцией относительно требования партии развития и объединения Молдовы мы обратились в агентство государственной собственности, в котором нам сообщили, что в учреждении не будут комментировать требования данного политформирования. Такие же ответы пришли от пресс-службы, ПДС и советницы, министра инфраструктуры Андрея Спыну Алины Писика. Напомним, что ситуацию вокруг тендера в аэропорту вице-премьер прокомментировал несколько дней назад в интервью для частного новостного портала. Первое, надо сделать все возможное, чтобы криминальная группировка, контролирующая те помещения, была выдворена из аэропорта. Второе, одновременно изменить условия, при которых можно взять в аренду площади, чтобы аэропорт мог зарабатывать больше денег. Это правда, что техзадание не было переведено на английский язык. И когда ты хочешь провести тендер с участием зарубежных компаний с опытом в ЕС, должен убедиться, что техзадание переведено. Второй момент касается бюрократии и юридических аспектов. Согласно закону, чтобы вынести на тендер помещение, они должны быть объявлены неиспользованными. И часть площадей не прошли данную процедуру, что поставило весь тендер под большой вопрос. И на следующий день, после подачи запроса в администрацию президента относительно заявления бывшего премьера Иоанна Кику, ответ от пресс-службы учреждения так и не пришел. Алла Немеренко наложила санкции на руководителя одного из медучреждений за то, что тот использовал платформу mail.ru. В соцсетях министр осудила два подобных случая и упомянула, что наказала менеджера за отправку информации с mail.ru. А суд отменил наложение санкций. Применило дисциплинарное взыскание к руководителю стратегически важного для страны учреждения, который сразу после начала войны отправил информацию о резервах страны на определенном участке не с официальной защищенной электронной почты учреждения, а с mail.ru. И суд отменил приказ о санкциях. Меня это не удивляет. В правосудии, как и в медицине, у нас есть все. Профессионалы, ценные люди и прочие друзья с коррупцией и ценностями в желудке. Однако я рада, что первой категории гораздо больше. Другой случай – есть запрос парламента. В конце – сакральная фраза некоторых депутатов. Отправьте мне, пожалуйста, ответ на собачка mail.ru. Как своего рода штамп. Кому он служит? Мы до сих пор задаемся вопросом, почему у нас страна оказалась такой. Может, mail.ru нам расскажет? За первые три месяца 2024 года судьи назначили штрафы и конфискации на сумму почти 50 миллионов леев по уголовным делам, переданным в производство антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Драголин на своей странице в Фейсбуке. Судьи назначили штрафы и конфискации на сумму 49 миллионов леев за первые три месяца 2024 года по делам антикоррупционной прокуратуры больше, чем за последние четыре года. Вот результаты антикоррупционной прокуратуры. Когда прокуроров и судей будут поощрять, ценить и уважать, мы добьемся еще более впечатляющих результатов. Драголин также сообщила, что данная сумма будет конфискована в интересах государства и граждан после вынесения обвинительных приговоров по коррупционным делам. Завершился отопительный сезон 2023-2024 годов. В ходе пресс-конференции в Рио генерального директора термоэлектрика Юрий Разлован подвел итоги. По словам Юрия Разлована, в пятницу 5 апреля к теплоносителю еще были подключены 112 домов, а само отключение происходит только по запросу. Частных домов 14. Когда они потребуют, тогда их и отключат. Со всеми ними связались, чтобы узнать процедуру. Все они знают, что они потребляют. У них есть потребности, поэтому мы их удовлетворяем. Разлован также упомянул об изменении цен за гигакалорию в последнее время. «Мы должны сказать, что за довольно короткий период с цены в 3200 леев за гигакалорию до нового года у нас было падение до 2700, а сейчас 2138. На это повлияла и цена на энергоресурсы и оптимизация, которую мы провели с нашими коллегами». По словам Юрия Разлована, в отопительном сезоне 2023-2024 года также было несколько аварий, с которыми предприятие справилось эффективно. «Коллектив, предприятие достаточно хорошо справились. Мы могли обеспечить наших потребителей и теплом, и электроэнергией. Были сбои как по распределению, так и по теплу. В распределении у нас было три аварийные ситуации. Когда я говорю аварийные ситуации, я имею в виду, что оборудование внезапно остановилось, и потребители были отключены». Далее будут проведены ремонтные работы на участках тепловой сети. По словам чиновника, в прошлом году из-за отсутствия финансовых источников были отремонтированы только четыре участка, а в этом году работы ожидаются примерно на 30 участках теплосетей. Молдова сталкивается со множеством проблем в развитии сектора возобновляемой энергии и энергоэффективности. Власти предложили запустить единую платформу партнеров энергетического рынка. Она направлена на содействие развитию национальной энергетической системы и снижению зависимости страны от импорта электроэнергии. «Единая платформа партнеров энергетического рынка представляет собой пространство встречи для всех сторон, заинтересованных в развитии и стимулировании сектора возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Молдове». По мнению государственного секретаря Минэнерго Константина Боросана, энергоэффективность можно сравнить с машиной, которая может способствовать энергетическому росту страны только тогда, когда все необходимые параметры работают правильно. «Это означает рабочие места на стройплощадках, снижение энергопотребления, повышение энергетической безопасности. Иногда энергетический сектор должен быть связан с другими, например, с налоговой и таможней, которые должны быть очень хорошо интегрированы с точки зрения энергетики, потому что в противном случае это не работает. В этом процессе участвуют несколько органов». А директор агентства по энергоэффективности Юан Мунтиану заявил, что в ближайшие три года ожидается накопление более 700 миллионов лейв для финансирования механизма в области энергоэффективности. И эта сумма, по некоторым оценкам, будет увеличена вдвое при помощи партнеров по развитию. «Такие дискуссии и инициатива по созданию такой платформы приветствуются. И необходимы именно общей координации действий, быть эффективными, организовываться в достижении поставленных нами целей, чтобы продемонстрировать, что все можно изменить самым успешным образом, и мы можем быть примером для других стран региона». Проект финансируется ОСАИД «Энергетическая безопасность Республики Молдова» и Ассоциации «Грин Ситилаб Молдова». За прошлый год не было собрано около 150 тысяч тонн металлолома, что ставит под угрозу финансовую безопасность около полутора тысяч работников отрасли. Данные представил экономический эксперт Вячеслав Иоунице в рамках традиционного раунда своего анализа. В то же время Иоунице привел данные о доходах, которые физические лица получили от сбора металлов. «Большая часть этих денег, которые платят все металлургические компании, предназначены для небогатых людей. Ежегодно они собирали от 450 до 670 миллионов леев. Был 2021 год, беспрецедентный год, в котором было собрано 1 миллиард 400 миллионов леев. 2023 год был самым черным в истории. Поступление составили всего 400 миллионов леев. Снижение почти в четыре раза. А в этом году у нас есть осторожное, очень робкое ожидание, что ситуация будет лучше». По словам Вячеслава Иоунице, в республике Молдова сбором металлолома занимается около 85 тысяч человек. Подавляющее большинство из которых из семей с низкими доходами или социально незащищенных слоев населения. Иоунице также представил данные о доле доходов от сбора металла в общем доходе этих семей. «Если вы заметили, к 2020 году это составляло 25% всех доходов семьи. Другими словами, таких семей, которые продавали, где-то 35-40 тысяч семей, а всего 85 тысяч человек. 25% их дохода было от продажи металла. 2021 год был исключительным, с 45% или почти половиной дохода. Поэтому, если вы спросите людей, которые сейчас собирают металл, они скажут вам о 2021 году, как о золотом году в их истории. 2023 год был худшим годом в их истории. 10%. Фактически их доходы рухнули». Вячеслав Иоунице обращает внимание на возникшую в последнее время тенденцию монополизации рынка металлов, которая, по его мнению, может снизить доходы граждан, собирающих металлолом, примерно на 20%. В этом контексте Ассоциация работодателей в области сбора металлолома выступила с просьбой к членам правительства пересмотреть налоговое законодательство в этой сфере, а также принять необходимые меры для предотвращения монополизации рынка металлолома. В Молдове в скором времени могут начать вызывать искусственные дожди из облаков без осадков при помощи химических реагентов. О соответствующем проекте рассказал в эфире общественного радио государственный секретарь Минсельхоза Василий Шарбан. Шарбан рассказал, что новая технология предполагает оснащение дрона активными веществами, такими как соль или смесь различных химических реагентов и засевание ими облаков для искусственного вызова дождя. Мы хотим внедрить это и на территории Республики Молдова. Сейчас разрабатывается беспилотник молдавского производства. Картриджи с активными реагентами уже импортированы для установки на дрон. Мы уже ждем завершения испытаний самого дрона, чтобы мотор выдержал, прошел минимальную дистанцию, после чего уже перейдем к прямым испытаниям. В то же время эколог Илья Трамбицкий рассказал нашему корреспонденту, что перед запуском проекта в массы специалистам следует провести анализ воздействия новинки на окружающую среду. Оценка должна учесть все позитивные и негативные факторы. По результатам должно быть заключение, которое должно учитывать все возможные воздействия. Я думаю, что так и будет. Отметим, что данная технология используется в десятках стран, в том числе в США, Китае, Индии, Арабских Эмиратах и Пакистане. 5 апреля молдавские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. В торжественной церемонии чествования сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям приняли участие министр внутренних дел Адрианы Фрос и президент Майя Санду, которая пообщалась с сотрудниками ГИЧС. Спасибо за каждую из более чем 3700 противопожарных операций, за более чем 2000 поисково-спасательных операций, за более чем 4200 вспомогательных миссий и за 8 миссий СМУРТ, выполненных в прошлом году. Больше всего спасибо за более чем 600 спасенных жизней только за последние 6 месяцев. Вы настоящие герои или героини, и каждая из вас заслуживает уважения и признательности всего общества. Глава ведомства Александр Опря подчеркнул важную цель, достигнутую недавно руководимым им учреждением, а именно присоединение Республики Молдова к механизму гражданской защиты Европейского Союза. Мы уже прилагаем усилия, чтобы извлечь выгоду из возможностей, предлагаемых этим периодом и процессом. Мы действительно поставили перед собой задачу в короткие сроки разграничить различия между пожарными и спасателями в нашей стране и в странах-членах ЕС. Я думаю, что мы можем создать условия для того, чтобы молодые люди, желающие стать спасателями и пожарными, смогли реализовать эту мечту в нашей стране. Желаю вам сил, чтобы работать, успешно выполнять те задачи, которые стоят перед вами. Таким образом, вместе нам удастся предложить гражданам Республики Молдова лучшую, более защищенную и безопасную жизнь. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям провел в пятницу ИГСУ Оворцгалла. Мероприятие, посвященное сотрудникам и командному составу, отличившееся в прошлом году в спасательных операциях, эвакуационных операциях, ликвидации пожаров и профилактике чрезвычайных ситуаций как в Республике Молдова, так и за рубежом. Десятки студентов нескольких колледжей Кишинева выстроились в форме сердца, чтобы подчеркнуть таким образом желание реализовать себя на рынке труда, развивая жизненные навыки. Флешмоб был организован фондом ООН в области народа населения в Молдове в партнерстве с Австрийским агентством развития и Минобразования нашей страны возле центра передового опыта в сфере транспорта в столице. Мероприятие было посвящено запуску рассчитанной на четыре года программы, предназначенной для всех 88 профессионально-технических учреждений страны. 88 молодых людей, участвовавших во флешмобе, говорят, что их танец призван привлечь внимание к тому, что для успеха в жизни и на рынке труда им необходимы жизненные навыки и здоровое поведение. Могу сказать, что этот флешмоб удался, потому что мне было очень хорошо, у меня были определенные опасения, но я рада, что передала всю свою энергию окружающим. Чтобы сделать успешную карьеру, я в первую очередь должен стараться учиться, слушаться. Благодаря этому проекту мы познакомились с несколькими компаниями, которые очень открыты и дружелюбны, чтобы принять нас на работу и предложить нам комфортное и дружелюбное место для работы. Директор Центра передового опыта в сфере транспорта рассказывает, что хотя флешмоб продлился всего несколько минут, молодые люди отнеслись к его подготовке довольно серьезно и проявили активное участие. Они приходили даже по выходным, репетировали часами. Поначалу были немного неловкими, но потом набрали сил и уверенности в себе, ведь такое тоже бывает на рынке труда, когда молодой человек еле справляется, а потом накапливает силы. Это демонстрируется настойчивостью. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования, Торгово-промышленной палаты Молдовы и партнеров по развитию. Помимо профессиональной подготовки, вы в первую очередь приобретаете опыт и развиваете жизненные навыки. В течение четырех лет до 2027 года более 27 тысяч студентов профессионально-технических учебных заведений будут вовлечены в мероприятия и программы по развитию жизненных навыков и трудоустройству. При этом в программе будут активно задействованы специалисты компании родителей молодых людей. 220 специалистов компании, входящих в дуальную систему, пройдут обучение по созданию дружественной среды для молодежи на работе. А более тысячи родителей студентов примут участие в родительской программе, ориентированной на общение с подростками. Лесопарк между Рыжкановкой и Чеканами будет восстановлен. Об этом сообщил генеральный мэр Кишинева Иоан Чебан на своей странице в Фейсбуке. По его словам, это один из последних парков, в котором власти города еще не проводили модернизацию. Он сообщил, что работы скоро начнутся и будут проводиться поэтапно. «Сегодня я был там вместе с командой, чтобы посмотреть, когда и с чего мы начнем. В ближайшее время мы начнем работы по благоустройству периметра и вокруг Первого озера, а также у входа в парк. Этот парк пользуется большим спросом, и мы стремимся его модернизировать и создать условия не только для всех жителей, но и для гостей столицы». По словам Иоанна Чебана, за последние годы муниципалитету удалось реабилитировать практически все парки, аллеи и зеленые зоны. Во всех парках поэтапно реализуются проекты по реабилитации и развитию. В Кишиневе продолжаются съемки фильма, которые вызвали недовольство граждан из-за временного перекрытия некоторых улиц. В связи с этим столичная мэрия распорядилась минимизировать неудобства для горожан. Так, 5 апреля съемки прошли в сквере имени Юрия Гагарина и не помешали движению транспорта. Продюсеры фильма будут планировать съемку на центральных улицах только в выходные дни, согласно установленному графику. Учитывая, что для съемок фильма, которые будут длиться два месяца, съемочная группа запросила разрешение и в других секторах столицы. Мы просим водителей выполнять требования полиции, проявлять терпение, дисциплину и не нарушать правила дорожного движения. Стоит отметить, что съемки фильма проходят при поддержке Национального центра кинематографии Молдовы. Это первый проект, призванный привлечь инвестиции в сектор телевидения и радио. С новым графиком съемок можно ознакомиться на сайте мэрии кишинел.мд. Напомним, с 3 апреля по 16 мая в разных секторах столицы проходят съемки фильма «Трензит таймс». В первый день из-за съемок, которые проходили на баюканах, на дорогах образовались пробки, которые вызвали недовольство граждан. На это, в свою очередь, продюсер фильма Фелича Пламодялы на своей странице в соцсети ответила, что киноиндустрия – это инвестиции, которые можно привлечь и влить в местные бюджеты. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. За первые три месяца этого года инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели 20 государственных проверок в ветеринарных аптеках и зоомагазинах. В результате обнаруженных несоответствий были наложены штрафы на общую сумму 60 тысяч леев. Ведомстве отметили, что продолжат контроль в целях защиты здоровья людей и животных. О других событиях в рубрике короткой строкой. В марте этого года Молдова отправила на внешние рынки почти 22 тысячи тонн яблока на сумму 13 миллионов 600 тысяч долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года наша страна экспортировала 19,4 тысячи тонн яблока. Вместе с тем, в марте по сравнению с предыдущим месяцем Молдова более чем вдвое увеличила поставки яблока в Румынию – до 3,6 тысяч тонн. Значительно увеличился экспорт в Кыргызстан – более 1 тысячи тонн, Казахстан – 813 тонн и Узбекистан – 140 тонн. Спикер парламента Игорь Гросу во время визита в Шелдонешту провел встречу с несколькими мэрами, советниками нескольких сел и гражданами. Стороны обсудили законодательные приоритеты и цели на 2024 год – превратить всю Молдову в европейскую страну. Также Гросу побывал у жилого дома, находившегося в аварийном состоянии, на ремонт которого в прошлом году власти выделили 8 миллионов леев. По его словам, уже в мае более 30 семей смогут вернуться в свои квартиры. Также спикер посетил теоретический лицей имени Алексея Матьевича, где при поддержке Евросоюза было отремонтировано здание. Теперь 574 ученика и 67 сотрудников пользуются европейскими условиями учебы и работы. В сквере имени Михаила Менеску в центре столицы на всех деревьях, высаженных вместо старых, установлена новая система орошения. Об этом сообщается в мэре Кишинева. Работники Ассоциации по управлению зелеными насаждениями установили дренажные трубки у корней всех крупнолистных либ. Их функция – собирать дождевую воду и направлять ее непосредственно в корневую систему. 4 апреля прошла официальная церемония открытия новой пожарной части добровольцев в селе Сирец Страшинского района. Она оснащена четырьмя боксами для хранения оборудования, спецтранспортом, противопожарной техникой и также снаряжением для альпинизма. МВД совместно с ГИЧС окажут необходимую поддержку в подготовке пожарных волонтеров, чтобы они могли максимально оперативно реагировать на нужды граждан. Глава ГИЧС Александр Уопри отметил, что на национальном уровне действуют 20 добровольных пожарных станций. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху заявил, что гуманитарная ситуация в Газе стала неприемлемой и предупредила необходимости предпринять шаги для урегулирования кризиса. Власти Израиля заявили, что одобрили открытие двух гуманитарных маршрутов в сектор Газа. Для увеличения поставок помощи на территорию Анклава передает Евроньюз. КПП Эрес на севере Газа заработает впервые с начала войны. Также будет открыт порт Аждот. Больше гуманитарной помощи будет возиться из Ярдании через КПП Кирим Шалом. Решение было принято через несколько часов после беседы президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Байден предупредил, что Израиль должен предпринять шаги по предотвращению ущерба гражданскому населению, если желает сохранить поддержку Вашингтона. СМИ отмечают, что Байден фактически поставил израильскому правительству ультиматум «примите меры для защиты гражданского населения и обеспечьте безопасность гуманитарных работников или политика США в отношении Газа изменится». Напомним, в понедельник в результате израильского удара в секторе Газа погибли семь сотрудников благотворительной организации по оказанию продовольственной помощи всемирная центральная кухня. Среди них были в том числе граждане Австралии, Великобритании и Польши. Израиль назвал атаку ошибкой. В Израиле готовятся к вероятному ответу Ирана на недавний удар по консульству Исламской республики в Дамаске. Израильское армейское руководство приостановило предоставление военным краткосрочных отпусков, а также вызвало на службу новых резервистов, сообщает Би-Би-Си. Представитель армии обороны Израиля говорил, что страна серьезно относится к любой угрозе в свой адрес и готова к любому сценарию. Sky News Arabia отмечает, что в качестве противодействия возможного ответа от Ирана армия Израиля повысила боеготовность ВВС и ПВО, а также отменила отпуска для военных. Спикер Цахала контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что страна использует блокировку GPS, что является защитной мерой против оружия, которое ее использует. Отдельно он призвал людей не сеять панику, нет необходимости покупать генераторы, запасать еду и снимать деньги в банкоматах, сказал он. Также военный призвал граждан Израиля следить за официальными сообщениями. В понедельник 1 апреля по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир корпуса стражи исламской революции Мохаммад Реза Захиди. Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал жесткий ответ. В Израиле произошедшее не комментировали. Украина станет членом НАТО. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкин, который встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой на саммите НАТО в Брюсселе. Энтони Блинкин обсудил с министром иностранных дел Украины ситуацию в зоне боевых действий, а также перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. На пресс-конференции госсекретарь США заявил, что Украина станет членом НАТО. По его словам, сейчас США и союзники стремятся создать мост для этого, оказывая Киеву поддержку, пока власти Украины проводят реформы для присоединения к Альянсу. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг счел необходимым уточнить. У нас нет никаких планов размещения боевых войск НАТО на территории Украины. Никаких запросов на этот счет не поступало. Но украинцы просят технику, боеприпасы, оружие, и мы это обеспечиваем Украине. Это не делает союзников по НАТО участниками конфликта. Но мы поддерживаем Украину в отстаивании права на самооборону. Государства НАТО согласились на усилия по поиску дополнительных систем ПВО для Украины, исходя из возможностей своих арсеналов, сообщает Евроньюз. В интервью агентству Reuters Дмитрий Кулеба сказал, что партнеры Киева не обеспечивают достаточные противовоздушные обороны, несмотря на то, что в их арсеналах уже имеется более ста систем П-3. Утром в пятницу в Харькове сообщили о новых взрывах. Накануне вечером город подвергся атаке беспилотников, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, трое из них спасатели. В то же время в Херсонской области в результате украинских ударов в четверг погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщила Минобороны России. Из города Курска в этот же день поздно вечером поступили сообщения о взрывах и сильном пожаре. 45% опрошенных европейцев одобрили бы расширение Евросоюза за счет Украины. Согласно опросу, проведенному компанией Ипсос для Евроньюз, она обогнала претендентов с гораздо большим стажем, таких как Албания, Сербия и Турция. В целом 45% опрошенных одобряют расширение Евросоюза за счет Украины, а 35% против. 37% респондентов поддерживают Боснию и Герцеговину, а 35% Грузию. Страна, кандидат, которую граждане ЕС меньше всего хотели бы видеть в его составе – это Турция. В течение многих лет расширение Евросоюза не значилось в повестке дня, то есть не было для него насущной задачей. И только после начала войны в Украине в феврале 2022 года процесс сближения с будущими членами набрал ускорение. Эта тема снова оказалась на столе переговоров. Руководители ЕС и его государств поняли, что расширение необходимо для укрепления Союза. Подход к расширению тоже стал более позитивным. Финляндия, Португалия и Испания сильнее других выступают за принятие Украины в Евросоюз. Велика поддержка этого в Швеции, Польше, Дании и Румынии. Более 50% опрошенных. С наименьшим энтузиазмом относятся к такому расширению ЕС за счет Украины в Венгрии, перед которой находятся Словакия и Чешская республика. Наибольшую поддержку Боснии и Герцеговине оказывают ее соседи – Румыния и Болгария. За кандидатуру Грузии энергично выступают Румыния и Испания. Сербии больше других симпатизируют Румыния и Греция. Албанию поддерживают все Балканы, а также Италия и Польша. Что касается Турции, то ее кандидатуру поддерживают менее 20% граждан в 10 странах-членах. В случае Франции и Нидерландов низкая поддержка идеи расширения может быть объяснена тем фактом, что их правительства традиционно скептически относились к продвижению Евросоюза на восток и не желали его. Мы видели это, например, в 2019 году, когда Нидерланды и Франция заблокировали начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией. Недавно такое случилось из Боснии. Нидерланды больше других западных членов критиковали принятие таких решений. Основные политические партии поддерживают расширение ЕС. Наиболее негативно относится к этому крайне правая идентичность и демократия. Из бывших стран Советского Союза в списке кандидатов на вступление в Евросоюз находятся также Грузия и Молдова. Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека, если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак. Два года назад Лондон планировал выслать из королевства нелегала в Руанду, однако суди Страсбурга заблокировали эту попытку. По словам Риши Сунак, обеспечение безопасности границ и контроль миграции стоит выше, чем сохранение членства в иностранном суде. Только за прошлый год в Великобританию на надувных лодках прибыли 29,5 тысяч человек. Между тем, нелегальные мигранты по-прежнему пытаются любыми путями попасть из Мексики в США. Их не останавливает даже то, что новый антимиграционный закон может вскоре вступить в силу. Он был принят в декабре прошлого года и наделяет полицию полномочиями задерживать нелегальных мигрантов, а суди могут принимать решение об их депортации. Тех, кто откажутся подчиняться, могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет. Закон должен был вступить в силу в начале марта, но его спорила в апелляционном суде администрация президента-демократа Джо Байдена. Она заявила, что обеспечивать соблюдение миграционного законодательства – это полномочия федерального правительства. Сторонники закона, в свою очередь, говорят, что Байден проводит слишком мягкую миграционную политику. Апелляционный суд обратился в Верховный, и тот разрешил Техасу применять новый закон. Но вскоре это решение заблокировал суд нижней инстанции. Против закона выступает и правительство Мексики. Оно уже направило в США свои аргументы, а также объяснения по поводу того, как закон может повлиять на отношения между соседними странами. 3 апреля в апелляционном суде Пятого округа США прошло новое слушание дела. Когда коллеги из трех судей вынесет решение – неизвестно. Но независимо от того, каким будет исход, окончательное решение, скорее всего, примет Верховный суд США. Суд штата Джорджия отказал Трампу в прекращении дела о выборах. Адвокаты экс-президента США утверждали, что его заявления, которые, по версии следствия, были сделаны с целью незаконно изменить результаты президентских выборов 2020 года, подпадают под действие первой поправки Конституции США. Свободе слова. Судья Скотт Макафи, рассматривавший ходатайство Трампа, аргумент адвокатов экс-президента отклонил. Юристы бывшего главы Белого дома заявили, что оспорят решение судей в высшей инстанции. Иск против Трампа в Джорджии был возбужден из-за его попыток оказать влияние на местных чиновников после проигрыша на тех выборах Джо Байдену. По версии обвинения, проиграв в штате, Трамп и его сообщники отказались признать поражение и сознательно и умышленно вступили в сговор. Среди прочего упоминается телефонный звонок Трампа главе надзорного органа с просьбой найти более 11 тысяч голосов, которых ему не доставало для победы над Байденом. В связи с этим Трампа обвиняют по 13 статьям, в том числе в сговоре с целью подделки документов, склонений госслужащего к нарушению своих обязанностей и нарушений закона об организованной преступности. Экс-президент назвал обвинение сфабрикованным. Финансовая полиция Италии арестовала 22 человека по подозрению в масштабном мошенничестве, связанном с неправомерным использованием фонда восстановления ИС после пандемии. У подозреваемых конфискованы активы – от виллы и дорогих автомобилей до часов Rolex и ювелирных украшений на сумму более 600 миллионов евро. Как сообщается, полиция действовала по запросу венецианского представительства Европейской прокуратуры. По данным полиции, три человека были арестованы в Словакии, двое в Австрии и 17 по всей Италии. Обыски также проводились в Румынии. Из фонда в ЕС по восстановлению после пандемии Италия получила больше средств, чем другие страны – почти 102 миллиарда евро. Жаркая и сухая погода в сочетании с сильными ветрами стали причиной лесных пожаров, которые уже бушуют в нескольких уездах Румынии. Огнеборцы пытались не допустить, чтобы пламя достигло жилых домов и минимизировать его распространение по лесным массивам. Власти уезда немц в течение трех дней находились в состоянии повышенной готовности после того, как одновременно вспыхнуло несколько лесных пожаров. В некоторых районах проблема заключается в нехватке воды. Воду сюда можно доставить только на спине. Мы пользуемся лопатами, опрыскивателями, которые у нас есть. В Греции пожарные службы экстренной помощи в этот четверг приняли участие в масштабных учениях в монастыре XII века, расположенном в лесу недалеко от Афин. Целью является подготовка к пожароопасному сезону, который обычно объявляется в мае. Одна из главных целей учений – стремление сократить время реагирования. Однако уже в конце марта температура в стране достигла 30 градусов по Цельсию, и лесные пожары вспыхнули на несколько недель раньше запланированного срока. Из-за все более частой аномальной жары лесные пожары в Греции становятся все более разрушительными. Так в 2018 году в Аттике они стали самыми смертоносными за 150 лет, унеся жизни более 100 человек. У берегов Таиланда произошел пожар на пароме с более чем сотней туристов на борту. Пламя быстро охватило судно, а пассажиры начали прыгать в море, чтобы спастись от огня. На опубликованных кадрах видно, что из-за огня и дыма туристы в ожидании помощи были вынуждены подняться на крышу судна. Кто-то в попытке спастись отважился прыгнуть за борт. Помощь прибыла на место происшествия через 20 минут. Уточняется, что на борту находились 97 пассажиров, в том числе иностранцы и 11 членов экипажа. Некоторые получили легкие травмы в результате отравления дымом. Известно, что возгорание произошло в машинном отделении. Обстоятельства произошедшего выясняются. 62-летний американец Рик Слейман, которому две недели назад провели первую в мире успешную операцию по пересадке генно-модифицированной почки свиньи, выписан из больницы. Об этом говорится на официальной странице в соцсети больницы общего профиля в Бостоне. По словам врачей, Слейман быстро поправляется и продолжит восстанавливаться дома в кругу семьи. Медики говорят, что новая почка функционирует хорошо, идеалист пациенту больше не нужен. Мужчина давно страдает от почечной недостаточности. Шесть лет назад в этой же больнице ему пересадили донорскую почку от человека, но организм ее отторг. Команда специалистов, организовавшая трансплантацию, назвала эту операцию историческим шагом, который может стать потенциальным решением проблемы нехватки органов в мире. По оценкам, каждый день в США в ожидании органа умирает 17 человек. И почки – самый распространенный орган, необходимый для пересадки. Во Франции состоялось официальное открытие Центра водных видов спорта, построенного специально для Олимпийских игр 2024 года. Сооружение находится в коммуне Сен-Дени и включает в себя два бассейна. 25-метровый бассейн для прыжков в воду и 50-метровый для синхронного плавания и водного пола. На крыше здания установлены больше 4000 солнечных панелей. Они будут нагревать воду до 27 градусов. Это один из самых дорогих спортивных объектов летней Олимпиады в Париже. Центр рассчитан на 5000 зрителей. Его стоимость составляет 162 миллиона долларов. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите сериал «Уйти, чтобы вернуться». Всего доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.